На страже земли русской, Кремли и крепости России. В музейно-выставочном центре «Апатит» открылась выставка греческого фотохудожника Коста Саосимиса. В экспозиции более 140 работ, созданных автором за последние 6 лет во время творческих поездок по нашим городам. Международный передвижной выставочный проект – это взгляд иностранца на великую историю и необыкновенную красоту России. Захватывающая дух путешествия по самым удивительным уголкам нашей страны вместе с гостями выставки отправилась и моя коллега Юлия Астахова. Хотелось вам вручить благодарственное письмо с благими пожеланиями, с огромным низким поклоном вашему творчеству, вашему труду. Пожелать вам творческих успехов и еще раз сказать, что мы всегда рады видеть вас здесь на нашей жизни. Александр Гусарин, директор Департамента по социальной политике Кировского филиала акционерного общества «Апатит», благодарит Костаса Саосимиса за творческое сотрудничество с Фосагра. При поддержке руководства фото-выставка уже побывала в городах присутствия компании. Теперь международный проект добрался и до самой северной точки – Кировска. Я задался целью что-то найти такое и показать не только в Греции, а во всей Европе, что у нашего православного мира и у славянского мира есть история. Показывать и рассказывать историю и культуру нашей большой страны греческий фотохудожник с русскими корнями решил с помощью крепостей и Кремлей, защитных сооружений, с которых начиналось строительство городов. География его работ обширна. В Псково-Печерском монастыре я был, в Александросвирском, я думаю, с северо-запад. Многие люди заезжают, когда едут в Санкт-Петербург, там тоже представлены замечательные фотографии этого монастыря. В Московской области, Владимирской области, в некоторых, допустим, в Тобольске я никогда не был и не знаю, когда мне удастся там побывать. Кстати, именно в Тобольске у автора родилась идея выставки – отразить мощь и красоту старинных городов и крепостей. Новгорода, Пскова, Ростова-Великого, Казани, Вологды. Хочется еще больше и больше ездить по нашей стране, потому что замечательная выставка, очень познавательно и интересно. В сочетании с музыкой, потом с таким южным автором, конечно, общее впечатление сразу будет замечательно. Неподельный восторг вызывает у зрителя и светопередача. С каждым историческим объектом Костас Асимис работал в течение суток, чтобы поймать тот самый ракурс. Поэтому фотографии представлены абсолютно разные. Выполненные при солнечном свете и завораживающие ночные. Сразу даже дыхание у меня остановилось, потому что я была восхищена, как можно было передать такую красоту вот именно ночного Санкт-Петербурга. А еще фотографии сопровождаются уникальными QR-кодами, при сканировании которых можно получить информацию об архитектурных ансамблях. Помимо текстового и фотоформатов, посетители выставки могут воспользоваться аудиогидом. Тексты озвучены протеереем Карачевским Владимиром Сафроновым. Последний день для познавательного путешествия по России – 27 ноября.